Мне так страшно. Я вижу перед глазами мошку какую-то красную, как будто прицел. Он такой сам запаниковал, уже там рядом упал и уже почти умер. Если человек был всегда, грубо скажу, унылое говно, то от того, что он стал еще более унылым, он может и не заметить. Могут голоса шептать, убей себя, иди туда, встань туда и прыгни. Я личность, я там прочитала, что я должна думать о себе. Как я могу думать о себе? Вокруг меня тут люди другие. Это очень напрягает. Новый год никого не лечит. Максимум, что может развивать алкоголизм. Люди к приставке «психо» плохо относятся. Вот для них «психо» это просто значит им конец. Это «Час спик» в студии Никита Рудаков, и сегодня у меня в гостях врач-психиатр и психотерапевт Кристина Савицкая. Здравствуйте, Кристина Сергеевна. Сегодня мы с вами поговорим на супер-мега-гипер-пупер актуальную тему. По крайней мере, суть по опросу, который я провел среди моих коллег и моих друзей, это осеннее, вообще сезонное обострение. Ну, давайте начнем перед тем, как перейдем непосредственно к теме. Вот с чего. Мне тут моя коллега, которая с вами знакома, сказала, что она с вами видится спокойно летом, например, или весной, а вот осенью вы, как практикующий врач, закрыты для общения, потому что у вас слишком много работы. Это действительно так? Я вам хочу сказать, да, что максимальное количество людей, которые начинают попрощаться с психиатром, это начинает с конца августа и заканчивается в мае. Я не могу сказать, что есть именно осеннее обострение, но количество людей, оно действительно увеличивается к осени. Оно практически не снижается потом, потому что если мы берем российский континент, российскую погоду, природу и все прочее, то это так. Если мы обратимся к Америке, у меня есть пациенты, которые лечатся из Америки, онлайн из Канады, из Казахстана, у них все немножко по-другому. У них осенью тоже наступает ближе к зиме такая хандра, но у них вот этот период ремиссии, когда им лучше, он намного дольше, чем у нас в России. Рецепт прост, чтобы не было осеннего обострения, надо переехать туда, где будет тепло, солнышко, да? Это, конечно же, рецепт, но в этих странах, там, где тепло, да, окей, но там световой день все равно короткий. Световой день, он очень влияет на выработку мелатонина. Мелатонин участвует в синтезе гормонов счастья, и серотонина, и норадреналина, и дофамина, то, что сказывается как раз на нашем настроении. Так вот, когда короткий световой день, то у человека вместе с мелатонином вырабатывается меньше гормонов счастья, и из-за этого у него может наступать какая-либо хандра, осеннее, весеннее, зимнее, но летом это снижается, конечно, риски. Я когда-то смотрел программу про шведов, и у них почти в каждом доме стоит специальная лампа, которая имитирует солнечный свет. Там же все время темно, особенно, да, зимой, полярная ночь, вот это все. И вот они сидят, там, смотрят телевизор или что-то, читают, и рядышком эта лампа им светит. Значит, нам тоже надо такими обзавестись, да, чтобы мелатонинчик. Да, это очень важно, и даже существуют такие очки, которые из-под свет, когда человек просыпается, если он не может взять яркие прожектора, яркий свет дома, ну, вдруг он там в спецспальне не один, он одевает такие специальные очки, у которых есть подсветка, и его лично подсвечивают эти очки, и они действительно очень продуктивность вырабатывают у человека. Личный мелатонин вырабатывается. Хороший день, надо запомнить. Но, слушайте, мы же все-таки говорим об осеннем обострении. Понятно, что вот оно у нас такое размазанное по всему году, но все-таки, что вообще в это понятие вкладывает? Есть ли некое научное, что ли, определение этого осеннего обострения? Есть наблюдения, их много, этих наблюдений. И это говорится о том, что когда меняется погода, соответственно, меняется атмосферное давление. Из-за смены атмосферного давления меняется давление внутричерепное, что и сказывается на выработке гормонов, на давлении, на настроении в целом. Это и называют люди весенним или осенним обострением, когда именно идет смена погоды. А все мы подвержены этому осеннему обострению? У нас же у всех есть головы, в которых меняется внутричерепное давление. Я вам хочу сказать так, что есть люди, которые генетически предрасположены, а есть, которые не предрасположены. Это зависит от всего. От уровня жизни, от образа жизни, от воспитания, от количества травм, от стрессовых ситуаций. От всего это зависит. И, соответственно, если человек максимально стрессоустойчивый, и он сделает свою жизнь максимально комфортной для себя, то и все эти обострения на него меньше повлияют, чем на какого-то другого человека. А возраст? Чем старше, тем скорее будешь страдать? Тут тоже спорный вопрос. Есть люди, которые с возрастом становятся мудрее, хитрее, и в целом более опыт жизненный ему дает какую-то осознанность. Тогда снижаются эти риски. Есть наоборот те люди, которые думают о том, что вот, я становлюсь старше, мне все хуже, я больше болею. Если они уже так думают, то, конечно же, это на них будет больше всего влиять. Вы сказали, что это осеннее обострение продолжается примерно до мая. А как же Новый год? Это же самое прекрасное время. Отчеты сданы, праздники в это время. Точно у вас яма среди пациентов? У меня яма среди пациентов. Даже летом этой нет ямы. Если мы берем новогодние праздники, есть часть людей, которые не употребляют алкоголь. Слава богу, их реально много, я в этом убедилась. Есть одиноких людей, взрослых одиноких, их тоже много. И когда они думают о том, что вот сейчас я все сдам, и у меня это пройдет, вот эта вот хандра, апатия, раздражительность, усталость, наступает там 2 января, они понимают, что ничего в их жизни не меняется. То есть у них есть депрессивный эпизод, который не был вылечен, по сути. И они думают, что Новый год их вылечит. На самом деле это же иллюзия. Новый год никого не лечит. Максимум, что может развивать алкоголизм. Неправда. А как же написать бумажку, поджечь и съесть ее? Вот тебе решение всех проблем. Ну вот в это верят дети. Дети долго верят в Деда Мороза. У взрослых вообще в целом другая жизнь. Я все еще продолжаю верить в Деда Мороза. Мне кажется, что это помогает мне как-то жить, знаете. Приятно иногда обманывать себя. Как уж Кольма Пушкина упоминали, я сам обманываться рад. Послушайте, давайте попробуем все-таки, опять же, с научной точки зрения. Есть какие-то стадии у этого осеннего обострения? Вот наступает, я не знаю, там, первое сентября. Что чувствует человек? И как у него развивается вся эта история? И где кульминация? Смотря по какую историю мы будем говорить. Если мы будем говорить про шизофрению... Это мы про психов говорим. А про обычных людей, которые все как бы нормальные. Про обычных людей, у которых начинается вот эта хандра. Да, вот эта вот апатия, какая-то там унылость. Унылость, да, и в них скучно, грустно, хочется плакать и все прочее. Это не начинается у них резко, конечно же. Это начинается, когда уже у людей сначала такой момент, что «Ой, сейчас будет бабе лето, будет полегче». Но это бабе лето уже легче, потому что световой день уже снижается. Нагрузка на работе уже возрастает, и в целом становится холоднее. Люди это понимают, и когда у них уже становится осознание того, что скоро уже совсем холодно, у них начинается все снижаться. Но еще на это влияет очень сильный энергетический потенциал, которым в целом падает из-за того, что солнце становится меньше. Витамин D поступает меньше, соответственно, люди просто быстрее утомляются. От того, что они быстрее утомляются, им становится тяжелее в целом переносить все события, которые у них есть в жизни. Ну, что же делать-то в этом случае? Пить транквилизатор или, может, витамин D достаточно? У того, у кого нет психопатологии, то есть у кого не затянутый процесс такого состояния, о котором мы говорим, то тогда, конечно же, хватает витамина D, витамина B, и в целом витаминотерапию нужно проводить, когда авитаминозы происходят. У того, у кого затянутый процесс идет, не знаю, весь год, то, конечно же, никакие витамины не помогут. И люди, как правило, приходят к врачу уже тогда, когда им очень плохо. Вот очень плохо, это тогда, когда они вообще не могут больше так жить. И это наступает осенью, потому что уже нету света в конце тоннеля у них. Где эта грань, когда достаточно витаминчиков, а где уже стоит сходить к доктору? Вообще нужно регулярно наблюдаться хотя бы у психолога или психотерапевта для того, чтобы в целом свою жизнь поддерживать в хорошем русле. Потому что стресс есть всегда и у всех. Может не быть, конечно, стрессов в Дзене на Мальдивах или на Бали, кто там живет, они спокойно на себе живут, у них нет стресса, у них нет депрессии и все проще. Если мы берем мегаполисы людей, которые работают по определенному графику, у которых есть нагрузка эмоциональная, физическая нагрузка есть, то психологические аспекты, они важны. Во многих компаниях есть психологи, которые проводят тренинги. И если общаться индивидуально с человеком, даже с психологом, психолог может уже заподозрить, что у человека нет реакции. Реакции, которые свойственны человеку в хорошем состоянии. Например, приведите. Вот вы какой-то вопрос задаваете, а он должен как-то отреагировать? Да, например, я спрашиваю, как вы видите свою жизнь через 5 лет. И у человека обычно генерация идей. А у того, у кого снижается этот потенциал в дальнейшем мыслительный, позитивно мыслительный, то, соответственно, у него уже есть некий уровень депрессивного расстройства. Возможно, это еще не патологически, когда надо принимать антидепрессанты. Но это уже сигналы к тому, что если мы это затянем, то мы точно будем принимать антидепрессанты рано или поздно. Может, он просто пессимист и все. Ну, вот так вот он видит мир. А вы думаете, что те люди, которые в итоге лечат депрессию, они что, все оптимисты? В большинстве своем, я как 10-летний практикующий врач, я практикую именно малую психиатрию. Это как раз депрессия, невроза, тревоги, такое-то, что свойственно всем людям. Ну, шизофрения – это в малом количестве в моей практике. Это люди, я всегда спрашиваю, а характеризуйте себя с детства. Это человек, который всегда был с детства унылый, было там мало с кем дружил, все время думал о плохом, родители за него тревожились, он все время боялся. Боялся долго одному не оставаться дома, боялся долго темноты. Просто человек формируется тревожный, и 90% таких людей вырастают, конечно же, с депрессией, которую нужно лечить. Слушайте, а ковид влияет? Я вот читал, что у многих переболевших ковидом было депрессивное состояние. То есть они были, может быть, и с детства и оптимистами, и все было у них ништяк, но вот они переболели, действительно так? У вас повысилось, так сказать, количество пациентов именно после ковида? Да, повысился процент пациентов после ковида, а он разделяется ровно на две части. Первая часть – это люди, которые из-за повышенной тревожности начали еще больше тревожиться, потому что кто-то по ДВЛ лежал, у кого-то там родственники погибли многие, и у них уже развивается уровень тревожности, и из-за тревоги именно начинается депрессивный эпизод. А вторая часть людей, у которых просто нейротоксичность произошла, то есть вирус, он токсичный для нейронов головного мозга, и просто он порождает вот эту депрессию. Это уже научно доказано, многие конференции об этом ведутся, и научные статьи уже про это написаны, что это существует, и тем и опасен этот вирус, что не то, что он там смертность повышает, а то, что он потом в дальнейшем стрессоустойчивость понижает, именно на рецепторном уровне. Как понять, что после ковида у тебя такие проблемы, с которыми стоит идти к доктору? Человек должен понимать, какой он был всегда. И я всегда спрашиваю, опишите мне себя. Когда человек говорит, я был всегда жизнерадостный, целеустремленный, активный, позитивный, общительный, а тут я другой. И это уже точно понятно, что у человека что-то пошло не так. Если человек был всегда, грубо скажу, унылое говно, то от того, что он стал еще более унылым, он может и не заметить. Тут уже как бы ему изначально надо было раньше лечить. А если ребенок уныл, его надо вести к доктору? Да, детям, конечно, очень свойственно в норме, свойственно быть веселыми, вообще ни на что не обращать внимания, и быстро упал, не знаю, и забыл, что падал, опять на это полез. Если ребенок именно начинает на этом заострять внимание, то у него уже изначально формируется тревожная личность, и лучше бы это решить уже на уровне психолога, психолога, детского психолога, чтобы потом не было вот этих проблем во взрослом возрасте, потому что во взрослом возрасте такой затянутый процесс – это уже медикаментозная терапия, потому что это часто вливается в панические атаки, которые пациенты не могут переживать самостоятельно, им уже нужно принимать препараты. Слушайте, а панические атаки и осенние обострения, они связаны? Панические атаки чаще всего возникают летом, когда жарко. Вот у человека, например, гипертония, ну, прям диагностированная, ему от жары плохо, и он может начать тревожиться из-за того, что он сейчас умрет, не из-за того, что он сам тревожен, а из-за того, что его просто организм дал такие сигналы, и тогда у них начинают развиваться панические атаки. Я вот, когда я работала в клинике, ко мне четко шли депрессия, у меня была осень, зимой было так смешно депрессии биполярные, там разные ОКР, а вот по весне и по лету все шли прям с паническими атаками. Вы сейчас пока говорили, я вот о чем подумал. Такое ощущение, что раньше было гораздо меньше депрессии, гораздо меньше каких-то таких психологических отклонений, такое ощущение, что люди были крепче, богатыри не мы, да, в школе мы сегодня классиков цитируем. Это так или просто, я не знаю, диагностировали меньше, что ли? Если мы возьмем совсем давно, придавно, вот вообще, когда не было никакой цивилизации, то этого было меньше только потому, что люди были заняты. У них мозг был занят тем, что нужно добыть что-то. Когда мозг занят чем-то другим, у него нет вообще мысли о том, что со мной. И люди из-за этого не обращают внимания, что с ними, они делают, делают, делают. Но у них и смертность была по другим причинам, другая, ну, как бы большая. Если мы берем не так давно, ну, например, 20 лет назад, то плотность населения, даже Москвы, если вы все вспомните, она была другая. Соответственно, чем меньше у человека личное пространство, тем больше на него давление. Когда ты в транспорте стоишь на вытянутую руку, по сути, у тебя, ну, тебе спокойно, свободно. Когда тебя вот так вот давят со всех сторон, у человека уже начинается эмоциональное напряжение. Подождите, пожалуйста, секундочку. Но в советские времена половина страны жила в коммуналках. Какое там личное пространство? В туалет в очередь, на кухню в очередь. Здесь вопрос о том, чем они в целом были заняты. У них были какие-то партии, они куда-то все время вступали, о чем-то заботились. У них не было мысли о том, подумать, а кто я. А те люди сейчас, которые живут, у них, по сути, все сделано. Ну, половина сделана гаджетами, всеми там роботами-пылесосами, много чего сделано. И у них мысли о том, как им что-то сделать, но при этом у них уже осознание себя самого, что я есть как я, личность. Я там прочитала, что я должна думать о себе. Как я могу думать о себе вокруг меня? Тут люди другие. Это очень напрягает людей. Это научно доказано, что личное пространство, пространство, оно очень влияет на эмоциональную стрессоустойчивость. И когда на человека вот это давление везде, то он и лопается, как шарик. Вот взять шарик, давить, 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 все, он лопается. И вот это вот лопнуло, это либо паническая атака, либо какой-то психоз случился, либо истерика, ну, разные варианты, либо депрессия в лучшем случае, всего, что я перечислила. А вот вы говорили, в лучшем случае еще? В депрессии же можно покончить жизнь самоубийством. Ну, если мы будем говорить о суицидах, там немножечко другая теория. А какая? Давайте перейдем. Очень важный момент. Я так думаю, что осенью тоже количество суицидов увеличивается. Если мы берем именно смертность, тут нужно разделить попытка суицида, да, или законченный суицид. Они отличаются, потому что попытка суицида, она может как раз-таки спровоцирована быть депрессией, человеком, каким-то душевным разочарованием, какой-то неудачей, может. А оконченный суицид, он намного глубже, потому что он заранее спланированный, продуманный, сделанный так, чтобы человек точно умер. А это уже, когда у человека отсутствует инстинкция сохранения, и в большинстве своем это в связи с эндогенным процессом, то есть в связи с шизофреническим каким-то спектром в голове. Если мы, даже такие научные статьи были, когда людей брали выборку по анамнезу, то, ну, в общем, по жизни человеку, потом уже законченные были суициды, то в большинстве своем те люди, которые заканчивали именно суицид, это были люди по анамнезу, подходящие под шизотипическое расстройство. Вот. Как правило, поступают люди невротики, они хотят вроде бы покончить жизнь, они что-то делают, вены режут, что-то делают, и они пугаются, что они умрут, и вызывают себе скорую, маму, папу, кого угодно, лишь бы их спасли. Вот это видно, что у человека действительно нет эндогенного процесса, есть какая-то эмоциональная проблема. И вот они, соответственно, осенью и цветут пышным цветом, да? Да. А как, например, положение в стране? Ну, например, политические всякие катаклизмы? Это все личностно у каждого. Вот если мы берем патриотизм тот, который был когда-то в Советском Союзе, какие там были патриоты, там прям вот все было в этом, конечно, сказывается. Но если мы берем настоящее время, сейчас, ну, мы сами видим эту тенденцию, каждый сам за себя. Пока ты сам на себя не постоял, уже никто за тебя не постоял, то у людей уже это отходит. Именно вот эта психотравмирующая ситуация, именно политическая, она уже меньше влияет, чем его личностная. То есть от того, что, например, развалился Советский Союз, было хуже гораздо большему количеству людей, чем от того, что, например, посадили Навального? Это условно. Ну... Тут нельзя сказать, кому лучше, кому хуже. Даже сейчас есть люди, которые действительно идут на митинги и что-то там доказывают кому-то, и страдают из-за этого. Есть такие. Но если, возможно, я могу быть не права, но если мы возьмем эту статистику, возможно, это ниже все-таки. Большое большинство людей думает за себя, и зачем я туда пойду, мне же будет от этого хуже. Большинство людей думают так сейчас. А как насчет просмотра телека, залипания в соцсетях? Это как-то помогает ведь? Суть по всему, оно отвлекает тебя. Ты там увлекаешься каким-то сериалом или, не знаю, лентой, фейсбука. Тут вопрос, что человек смотрит. Когда ко мне попрощаются пациенты, я, конечно же, интересуюсь их жизнью. Я знаю в их жизни все, просто все, чем они там увлекаются, занимаются и так далее. И когда у человека все настроено на то, чтобы развить свою тревожность, развить, то есть это посмотреть, как, где, какая смертность, от чего, как, где политически, к чему там это все экономическое приведет. И когда человек думает об этом, ну, о чем тут идет речь, излечить нам депрессивный эпизод? Я им так и говорю, что таблетки сделают свое дело, но процент на 60, эти 40 должен ты сделать сам, отключиться от вот этого, подключиться вот к этому. А что вы можете сказать обо мне, если вы знаете, что я обожаю сериалы про маньяков и про всякую такую штуку? Про убийство, ограбление, где-нибудь, я не знаю, там, поиски какого-нибудь урода, который перебил Пол Майами? Это вопрос интереса. Сейчас перед этим я говорила вопрос того, за что человек физически тревожится. Если вы тревожите за, как бы... Я переживаю, за что у некоторых героев. Еще как? Возможно, что, скорее всего, вы разгоняете этот уровень адреналина, который вам нужен. Лучше это будет в фильме, чем через наркотики. Вот и все. То есть качественный сериал это такая определенная замена, да? Да. Есть люди, которые стрессо-неустойчивые, которые такие очень эмоционально-лабильные, ну, у них действительно хрупкая психика, и они просто не могут смотреть какие-то фильмы, которые поднимают их эмоциональный фон. А как понять, вот человек, который к вам пришел, ему надо сажать на таблетки или ему достаточно психотерапии, там, разговоров каких-то? Это индивидуально. У меня был такой пациент, буквально на днях, который я была в отпуске, он мне хотел с вами связаться, говорил срочно-срочно, говорю, я не могу, все, вот я на лодке, у меня нет связи, ну, кроме как ватсапной. Я его записала там через неделю, вот, он ко мне попал, и говорит, я уже был у психотерапевта, я с ним общаюсь, 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 и потом он сказал, что он был. Оказывается, что человек в пограничном состоянии, у него пока еще нет депрессии, у него нет тревог, но у него есть нижний энергетический потенциал, из-за этого он прокрастинирует в работе, он прям не может делать работу, ему тяжело, он откладывает, но в то же время он увлекается там чем-то бегом, чем-то, чем-то, его что-то очень, ну, как бы по жизни, у него есть какая-то искра. Другой доктор, из-за того, что человек в целом пожаловался на то, что у него нет сил, на то, что у него какая-то апатия, ему уже выписал и нейролептики, и антидепрессанты, а я ему объяснила о том, что у него нет пока патологического процесса. Если человек взял, сам пошел и сделал, то есть там куча рекомендаций, там заняться хобби, там новое найти что-то, именно делать, идти, а не думать об этом и мечтать. Пока человек это сам не сделал, то никто за него не сделал. Если он это сделал, у него свой уровень серотонина начал подниматься, у него все начало в целом, улучшаться в жизни. Если человек на это забил, грубо говоря, скажу, начал принимать таблетки, он такой, вау, у меня же есть волшебная таблетка, зачем я что-то делал для себя. И это точно так же, как и прицепить, например, мышцу вот так качать самому, то есть там и сустав работает, и мозг работает, и тяжело, и там все равно сосудистем работает. Или он миостимулятор прилепил, так у него сокращают что-то там мышцу. Вот разница, да? По поводу таблеток, ну не могу не спросить, но ведь это же тоже определенные наркотики. В Америке, там, в английском языке drugs, это и наркотики, и таблетки. То есть, ну я понимаю, человеку там плохо и все дела, но он садится, пересаживается, я не знаю там, как это, успешно, с героиной на метадон, пересаживается на эти таблетки, да, а потом что? А потом как он будет из них выходить? Он их будет там хотеть, формирует у него определенную зависимость, с тем, что сажаете вы на таблетки. Может, всех надо лечить все-таки разговорами? Тут вопрос именно, какой процесс происходит в голове с рецепторами. Есть уровень гормонов, который настолько снижен, что человеку ничего, именно из разговоров не поможет. Хоть его на Мальдивы отвези, хоть там что хочешь, сделай хоть миллион, там, не знаю, евро, да, скажи, трачу, ему это не поможет. Это уже означает, что уровень гормонов снижен до такого уровня, что только химия может поправить эту химию. Все. А есть вот то, что у предыдущего я рассказала. Я вижу ресурсы у него, у самого, и он может сам из этого выйти. И это важно очень словить вовремя, потому что если не вовремя дать ему таблетку, как раз его организм привыкнет к этому высокому уровню. Он будет думать, ай, что делать, не надо, у меня есть волшебная таблетка. Или наоборот, если ему не дать, как по многим психологам ходят люди годами, вот такие вот угрюмые в депрессии, им легче на два дня. И потом опять мне плохо. Они так ходят реально два года, каждую неделю к психологу, а в итоге у них депрессия не влечивается. Уровень гормонов не может подняться от такого до такого. Он так вот доколеплется. А чтобы он хорошо себя чувствовал, ему нужно вот столько этих гормонов. Вы таблетки ему дали, а дальше-то что? Он попил, все, 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 а потом обратно. Нет, таблетки дали. У него восстановился этот самый гормональный баланс. Химия мозга вся восстановлена, он хорошо себя чувствует. Если это время, пока он принимал препараты, он сформировал для себя новую методику поведения своего, реакции на стресс, реакции на каких-то людей, это же все возникает не просто так, в любом случае от коммуникации, либо отсутствие коммуникации. Разный вариант. Если он все это время, год принимал препараты, и он что-то делал для себя, то его организм запомнил, как это делать. Вот он продолжает делать, заниматься спортом, правильно питаться, гулять, отдыхать, работу вовремя откладывать, вовремя отключать звонки, начинать встречаться с противоположным полом, влюбляется, семью заводит, что-то происходит, то потом его организм это помнит. Психотерапия от осеннего обострения же не поможет, ведь давление, как мы выяснили, в голове все падает, погода плохая, да, то есть, соответственно, нужно все-таки, ну, то есть витамины или таблетки, да? Мы сейчас про то, когда человек, например, началось осеннее обострение, он начал принимать препараты по назначению, то есть все, мы ему диагностировали, там, депрессию, да, он начал принимать, он заканчивает принимать к лету, ну, летом, может, в серединке летом мы заканчиваем принимать, например, и весь этот почти год он занимался собой, он менял свою жизнь, то у него осенью ничего не наступит. Вы несколько раз упоминали слово стресс. Это такое заклинание сейчас, да, все беды наши от стресса и так далее, так далее. Ну, вот я о чем подумал, послушайте, ну, человечество же всегда жило в стрессе. Ну, посмотрите, мы еще когда на деревьях сидели, у нас там были всякие хищники, потом нужно было в стрессе жить, там, урожай, не урожай, какой-нибудь Скотт у помер, не знаю, война отправили на войну. Сейчас, в общем-то, полегче же все. Ну, правда, ну, офисная работа, конечно, все это неприятно, но мы же, в общем, не умираем с голоду, да, там, никаких-то глобальных ужасных вещей у нас нет. Чего же мы такие подверженные стрессу-то стали? Стресс – это естественный процесс, который всегда будет в мире. В мире у человека всегда. Да, но мы сейчас будем говорить о реакции на стресс. Вот реакции на стресс, они разные. Стресс есть, только у одного человека реакция на стресс нормальная, ну, взял, пережил, пошел дальше, обошел вот так вот препятствие. А другой уперся и разбился об этот стресс. Вот тут уже вопрос, насколько человек сам готов работать, работать над тем, чтобы в следующий раз этот стресс для него уже не был стрессом. Или он не работает над этим. Точно так же, например, берем женщину, которая постоянно разводится. Вот для нее, если один раз вот она пережила в норме, она пережила, и она поняла, сделала выводы, выбирает себе другого партнера, что-то изменила в себе, и тогда у нее уже на следующий раз вот другая реакция, возможно. А есть те, которые никаких выводов не делают, они идут в то же самое и опять стрессуют. Вот и все. Вопрос, что человек сделал для того, чтобы в следующем эпизоде у него реакция на стресс изменилась. То есть учиться на собственном стрессе. Но ведь, вот я так думаю, опять же, если, значит, сесть на таблетки, то у тебя все будет ровненько, хорошо, стресс тебя не будет беспокоить. Но есть же полезные стрессы, ведь для того, чтобы, я не знаю, там, заставить себя сделать какую-нибудь работу, что-то там творческое из себя родить. Нужен же стресс. А так ты под таблетками ничего не сделаешь. Когда человек принимает препараты, сейчас, слава богу, уже психофармакология ушла вперед. И человек все чувствует на таблетках. Просто у него немножко это приглушено. Он абсолютно понимает, что вот эта ситуация сейчас для меня психотравмирующая. Только у него намного быстрее вот эти нейронные сети формируются. Если человек, который без таблеток, он может растеряться, например, оказать первую помощь во время аварии. Например, вот он увидел, и человек, который как бы слабой психикой, он такой, сам запаниковал, уже там рядом упал и уже почти умер. А человек, у которого уже новые нейронные сети из-за таблеток, у него четкий, быстрый алгоритм действий. Не так давно была жуткая история. Мама выбросилась с балкона, кажется, с двумя маленькими детьми. Дочка была постарше, а малыш был, по-моему, совсем... Ну, там, несколько месяцев ему было. Как-то невольно в голове связывается, да, вырван, правда, из контекста, но все равно осень и пострадавая депрессия, они как-то связаны. Осень усиливает всю эту историю. И самое главное, как понять, потому что вот ее муж там, с ним разговаривали, он говорит, что ей было грустно, но вроде как о том, чтобы выйти из окна, речи не было. Это про что я говорила раньше, что когда человек настолько замаскирован, то, скорее всего, у него был изначальный эндогенный компонент. А что касается беременности и родов, у женщины, в принципе, происходит гормональная очень сильная перестройка, и эта перестройка может провоцировать все, что угодно. Как и соматические любые заболевания после родов могут вылезти, сахарный диабет, и там, с темной красной волочинкой, что угодно. Также и любая психопатология может вылезти только из-за того, что просто меняется гормональный уровень женщины. Мало того, я хочу сказать, что на моем опыте те женщины, которые были хоть немножечко подвержены каким-то стрессом, каким-то именно с плохой реакцией на стресс, со слабой психикой, такие эмоциональные очень, у них после родов, конечно же, все усугубляется. Та женщина, которая была в целом в жизни абсолютно статуссоечивая, адекватная, спокойная, уравновешенная, у той после родов ничего не случится. А осеннее обострение может быть признаком какого-то более серьезного заболевания, вот шизофрении, например? Бывает такое, и даже, наверное, больше статистики, именно дебют заболевания, шизофрении, случается по осени либо по весне, как раз таки, когда гормоны уже очень сильно скачут из-за вот этого атмосферного давления светового дня от перестройки в целом погоды. Шизофрения – это то, с чем человек родился. Просто она может выстрелить в детстве, когда просто так не повезло. Не повезло, если она в детстве выстрелила. Потом она может выстрелить после какого-то стресса, развод родителей, там что-то. Потом может выстрелить как раз таки после родов у женщины. Может выстрелить там в армию где-то. Ну, именно стресс. А может просто так сложились звезды, что именно в этом году, именно по этой осени у человека начались эти проявления, там, галлюцинации, голоса. Он резко замкнулся, там, перестал с собой ухаживать. Кто-то что-то ему шепчет в голову. Да, такое бывает. То есть, я так понимаю, редко же эти самые люди, страдающие шизофренией, хотят идти к врачам, мне кажется. Только родной человек может их привезти? Может привезти, а может и не привезти. И чаще всего эти люди не хотят идти, если у них все хорошо. Они думают, что у них все хорошо. Если этот бред настолько устойчивый и уже не подается критике, то есть, когда человек, как чаще всего ко мне, я врач пограничных состояний, чаще всего приходят ко мне и говорят, мне так страшно, я вижу перед глазами мошку какую-то красную, как будто прицел. Мне просто страшно, я вижу это всегда. Я была у офтальмолога, у меня все в порядке с глазами. Я понимаю, что это галлюцинация. Для меня это... Человек испугался, понимаете? Я ему назначила вовремя препараты, и все, и она у него прошла, и он понимает, что ему просто нужно принимать препараты систематически пока. Ну, может, мы потом сделаем перерыв, потом опять, возможно, начнем. А есть люди, которые с этим бредом сжились, например, что им кажется, что все люди в окружающих про него говорят. Ему так это... Он настолько в этом уверен, его никто не может приубедить. Никто. Никто. Вообще. И все. И тогда мы ждем, пока он на кого-то нападет. Вот когда он на кого-то напал, это уже признак госпитализировать его недобровольно. Ну, ему кажется, что его сейчас ударят, он первый бьет. Такие бывают. Да, это вы сейчас страшную ситуацию описали. Это, знаете, как у нас про милиционеров говорят, что нет тела, нет дела. Тут тоже нет нападения, нет пациента. У нас так, к сожалению. Либо он себя начал как-то повреждать. Ну, ему кажется, что на нем какое-то увечье, ему нужно себя отрубить руку, например. Он начинает себя повреждать, и это признак для госпитализации. Ну, и могут голоса шептать убей себя, иди туда, встань туда и прыгни. И он может верить этим голосам и сделать это. Ну, у нас до сих пор еще в России, в отличие, например, от Соединенных Штатов или Европы, есть некое такое предвзятое отношение. Я уж молчу про психиатров, даже психологам. Сам разберешься, вот это вот все сможешь сам. Зато все идут к коучам. А вот как вы думаете, почему народ не хочет идти к психологам так много, как в Европе, и зато с удовольствием подписывается на всяких коуч? Это из-за того, что просто люди к приставке психа плохо относятся. Вот для них психа, это просто значит им конец. И, к сожалению, они приходят в этом конце. Я всегда говорю, а где ты был раньше, или там была раньше? Ой, я думала, что все наладится. Вот эта самонадеянность людская, она им же вредит, им же вредит. Я прям буквально всегда восхищаюсь с пациентом, который, вот как про которого я рассказывала, который пришел заранее, потому что подумал, что что-то не так. И все, ему вовремя он пришел, я ему там прописала какие-то БАДы, и у него все поправилось. Так, всякие вот сейчас тоже очень популярные духовные практики осознанной жизни. Осознай момент, почувствуй эту секунду себя счастливой. Это все как-то адекватно, или это бред? Это просто полезно тем, кто очень сильно напрягается в жизни. Вот правда, у кого очень сильное эмоциональное напряжение, вы представляете, кидают людей вообще. Они ложатся спать, я говорю, что тебе мешает уснуть? Я не знаю, у меня мысли о работе, что будет завтра, что было, как отчет мой пройдет. Но это ненормально. То есть мысли о работе у людей, или наоборот, не знаю, об измене, о детях, о неудачном, о чем-то, беременности, о чем-то, они мешают жить. Поэтому вот эти практики осознанности здесь сейчас и вот этой пустоты в голове, они полезны, потому что человек разгружает хоть на доли минуты, на какие-то там 5 минут, человек просто освобождает. Это как перезагрузить компьютер. Если он все время будет работать, он рано или поздно зависнет. Если мы его будем перезагружать, хоть иногда, он будет работать как-то более продуктивно. То есть, если у тебя есть какие-то навязчивые мысли, ну, у меня тоже они бывают, мне кажется, у всех они бывают, это что, ненормально? Я тоже, мне нужно к вам на прием? Навязчивые мысли, опять же, если они человеку мешают. Ну, конечно, заснуть. Вот у меня завтра интервью, например, вот я, ну, я не знаю, очень важно. Перед вашим интервью я тоже переживал. Ну, конечно, ночью я спал все-таки, но бывает же и так, бывает же, что и не спишь. Тут диагностические критерии, насколько это происходит регулярно. Если у человека в неделю одна бессонная ночь из-за событий, это нормально, потому что на следующий день он по-любому свою норму доспит. Если у человека это 5 таких ночей, 2 из них, он просто напивается, чтобы уснуть, ну, это точно не норма. Ну что ж, давайте заканчивать нашу беседу, подведем итог. Что делать, если ты думаешь, что у тебя осеннее обострение или у твоего знакомого осеннее обострение? Как ему помочь? Очень сложно помочь кому-то, кто думает, что ему не нужна помощь. Я за то, чтобы человек думал о себе и максимум, что он может сделать для близкого, спросить, все ли у тебя хорошо. Если человек говорит, да, у меня все хорошо, ну, вы должны ему верить, он сам ответственный за свою жизнь. Впрягаться в кого-то и пытаться кого-то притащить к врачу, это будет бесполезно, потому что человек просто не раскроется. А в психиатрии это такое дело, как расскажете, так и полечим. Если человек будет сидеть, молчать и ничего не говорить, его никто не полечит ничем. И тоже так же, как снимите свитер, мы ему поставим электрокардиограмму. Ну, как бы, если человек не снимет свитер, ему никак не снимут электрокардиограмму. Правильно? Так и тут. Да, но ведь они же могут и врать еще. Могут с трекорами наврать, что у них там все плохо ради того, чтобы им там плеток выпить. Нет, это тут понятно. Я начинаю общаться с человеком, даже это профессионализм самого врача. Я работала в военкомате года три. За три года у меня не было ни одного призывника, которого я пропустила в армию с психопатологией, потому что я с ним начинаю просто общаться, просто, просто, и они верят, они теряют бдительность, верят и начинают со мной тоже просто общаться. Из-за этого просто общения можно выяснить много чего. Ну и, соответственно, на консультации точно так же все и проходит у опытного врача. Так, ну и все-таки, если сам чувствуешь, что что-то по осени не уйдет, лучше прийти на диагностику. И все, лучше прийти на диагностику, человек, ну, как бы, специалист пообщается и сразу поймет вовремя, или еще рано, или уже поздно. Уже поздно, значит, таблетки. Вот и все. Спасибо большое. Это был Час Пик. Сегодня мы обсуждали сезонные и осенние обострения, в частности, осенние обострения, с врачом, психиатром и психотерапевтом Кристиной Савицкой. Моя задача изменить сознание человека. Все люди креативны. Все без исключения. Вот представьте себе, что вы женщина. Какие у вас будут подруги? Приготовить вкусный борщ. Это тоже факт креатива. Для восточного человека разрушить парадигму это все равно, что выстрелить себе в ногу. Плюс к этому, когда мы прокрастинируем, мы еще и недовольны собой. Да, я себя ненавижу в эти моменты. А это, мы это называем креативная фрустрация. И это тоже очень важный процесс, потому что это как эмоциональный, очень сильный эмоциональный заряд. Здравствуйте! Сегодня в гостях у программы час-пик доктор психологии, доцент высшей школы экономики, заведующий лабораторией многоязычия и творческих способностей Анатолий Хархурин. Здравствуйте, Анатолий Владимирович! Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней беседы очень актуальная для нашего журналистского сообщества «Креативность и творчество. Как изучают вдохновение?» Ну, начать это интервью я бы хотел с цитаты знаменитого промышленного дизайнера, футуролога, вообще, человека с именем Жака Фреско. Он назвал креативность так. «Креативность — это значит взять уже известные элементы и соединить их уникальным образом». Такой, знаете, поп-арт. Ну вот, Анатолий Владимирович, согласны ли вы с этим определением? И насколько оно согласуется с научным определением креативности, если таковое вообще имеется? Ну, Коля, мы уже начали говорить об определениях, давайте определимся с теми двумя терминами, которые вы использовали в названии этой передачи. Креативность и творчество. Чем они отличаются? Они отличаются? А, ну, это два разных слова. Ну, я думал, что «креатив» как раз от слова «творить». В принципе, да. То есть слово «креаре», латинское слово «креаре» значит «создавать». «Творить» все-таки имеет немножко другую коннотацию. «Творить» — это что-то, что относится к божественному, да? То есть Бог сотворил. Мы создаем. И действительно ли мы создаем что-то новое, как Фриско? Вот интересно. Заметил. Но давайте все-таки определимся с разницей в этих терминах. В русском языке есть слово «творчество», есть слово «креативность». В английском языке такого различия нет. Есть слово «to create», «creativity», которое имеет корень «креары», латинский корень «креары». И теперь вопрос, почему в русском языке есть это различие? И вообще, что это различие значит? Мы просто позаимствовали слово «креативность» и все, ради разнообразия. Да, мы творчество тоже сохранили. То есть мы не заменили его. Обычно в русском языке слово «креативность» используется немножко в таком научном контексте. И мы говорим о процессах, в первую очередь когнитивных процессах, которые происходят в сознании человека, когда он творит. А творчество мы обычно используем в отношении искусства, музыки, то есть каких-то таких гуманитарных областей. Гуманитарный термин и, так сказать, научно-технический термин. Да, да, и зачастую даже путаница происходит. Когда мы говорим о творчестве, мы все время говорим об искусстве. Когда мы говорим о креативности, мы говорим о креативности в общем. То есть вот эта вот разница между этими двумя терминами. Теперь, что касается Фриско, вообще очень интересный мужчина был. В 60-х годах он написал книгу «Looking forward», если я не ошибаюсь, она называется «Взгляд в будущее» или «Look forward» или «Looking forward». И в этой книге он написал такое общество будущего, кибернетическое общество будущего, в котором роботы выполняют всю основную работу, а перед людьми стоят совершенно новые цели и задачи. И как вы думаете, какие цели и задачи? Мы видим, креативность. И мы, то есть это было написано в 60-х годах, в 68-м году, по-моему, книжка вышла. Мы пришли к этому моменту, когда действительно сознание современного человека должно меняться, и оно должно ориентироваться уже не на выполнение рутинной работы, чтобы просто заработать деньги, а именно на создание какой-то, на какую-то креативную деятельность, на создание каких-то креативных продуктов. Ну что ж, некреативным людям теперь стоит опасаться за свое, так сказать, профессиональное будущее? Абсолютно. Теперь, что касается вашего вопроса. Действительно, существует много разных определений креативности, есть научные определения. То, на что, в принципе, опирался Фриско, это больше такая традиция, которая уходит корнями в Древнюю Грецию. Ведь древние греки считали, что вдохновение, источник вдохновения – это музы. То есть приходят музы, и они вдохновляют. То есть человек сам по себе ничего не делает. В иудео-христианской традиции – то же самое. То есть мы создаем экс-нихило, то есть из ничего. И это может сделать только Бог. То есть мы просто повторяем то, что делает Бог. Акт творения, да? Да, да, акт творения. То есть вот эта идея, что мы ничего не создаем нового, мы просто находим новые комбинации уже существующего, вот она имеет достаточно древнюю традицию. В современной науке, конечно, такая традиция, но она не прижилась. В современной науке есть определение креативности. Их много, есть много разных моделей креативности, есть разные определения креативности. Но они, в общем-то, сходятся к двум основным параметрам. Это новизна, novelty, и это практичность или utility. То есть любой продукт креативной деятельности он должен соответствовать этим двум критериям. Например, Эйнштейн, когда он придумывал свои законы, он не мог их придумать просто в воздухе. Они должны были так или иначе опираться на какие-то знания физики, которые существовали. И вот эта практичность, utility, она вот к этому относится. В принципе, в основном в науке разработан все-таки первый аспект новизна. Практичность, она как-то пока еще не нашла своего применения. Лет пять назад я разработал модель креативности, в которой у меня не два, а четыре компонента. И два первых компонента – это действительно новизна и практичность. И в вот этот компонент практичности я вложил такое понимание, как изменение морального облика общества. То есть недостаточно просто создать произведение искусства, например, или науки. Это оно должно иметь какой-то больший вес именно в изменении. Как говорил Да Винчи, моя задача – изменить сознание человека. И вот этот аспект практичности я рассматриваю тоже как способность или возможность произведения творческого процесса изменить сознание общества. А поп-песня, популярная песня, может быть, она не обладает какими-то глубокими творческими качествами, но она же тоже меняет каким-то образом сознание. Вот в 90-е годы, когда к нам пришла попса, это акт креатива эти песни или нет? Более того, я вам скажу, и приготовить вкусный борщ – это тоже акт креатива. В принципе, очень интересный и очень правильный вопрос, потому что мы зачастую считаем, что креативность или творчество – это Эйнштейн. То есть это что-то такое выдающееся. На самом деле, очень многие ученые, я в том числе, склоняемся к такому мнению, что все люди креативны, все без исключения. Мы рождены с потенциалом создавать. Мы рождены с творческим потенциалом. Вопрос в том, как мы его разовьем. И существует целый ряд моделей, которые отвечают на этот вопрос тоже. Например, Джеймс Кауфман и Рональд Бегетто. Они разработали такую 4C модель, то есть четыре типа креативности. 4C как креативность. У них mini C, little – маленькая C, pro – профессиональная C и big C. В чем отличие? Mini C – это больше для собственного развития. То есть мы сами себя развиваем. Мы же себя формируем. Мы из себя же что-то делаем новое. Сами себе пигмалионы. Да, то есть мы, в принципе, занимаемся креативным процессом. Little C, маленькая C – это как раз тот борщ. Или я почему-то очень люблю пример с brownies. Хозяйка, которая делает brownies, она тоже занимается творческим процессом. Ну, если она делает по рецепту, который она скачала из интернета, это же не совсем творческий процесс. Но если она хоть что-то добавляет в этот рецепт, то это уже становится творческим процессом. Теперь pro C, да, профессиональная. Это креативность на профессиональном уровне. Может быть, даже это в чем-то созвучной инновации, когда мы, например, создаем новую модель телефона. А сценарий написать – это pro или все-таки little? Вы знаете, это точно не little. Но и не pro. Нет, это точно pro, а может быть, даже и big. Потому что, да, смотря какой сценарий. Если это сценарий, который, например, какая-нибудь трехгрошовая опера, или какой-нибудь выдающийся фильм даже, сценарий для какого-то выдающегося фильма «Бергман», то, естественно, это big-see. Но в соответствии с этой моделью у нас есть разные уровни креативности. А в моей модели, которой я начал говорить, что там есть две компоненты, две другие компоненты – это эстетика и аутентичность. Эстетика больше отвечает, конечно, за красоту. Но красота не в смысле, типа, ой, как красиво. А красота именно эстетическая. Потому что уродство тоже может быть красиво. Это обратно из какого Берта Эка. У него было два тома – о красоте и об уродстве. То есть красота и уродство – это две стороны одной и той же медали, которая и та, и другая – это эстетика. Например, Готфрид Бен был такой немецкий экспрессионист, поэт. Он описывал в своих стихах то, что он какое-то время работал патологоанатомом. И он описывал свой опыт вот в больницах. Гной, все вот эти ужасы, гума. Но как он это описывал, это было так красиво? Это поэзия? Вспомните, я не знаю, Эдгара Алана По. У него тоже есть довольно жесткие и жестокие сцены. Но это тоже потрясающая история. Брегель, оба. Уже не говорить про Босха, да? Конечно. То есть, в принципе, это уродство, но это эстетическое уродство. И вот как раз этот третий аспект креативности, важный для оценки креативной деятельности, креативного продукта – это как раз вот эстетика. Четвертый самый интересный. Четвертый нигде никогда не используется. Я его назвал аутентичность. В принципе, описать его очень просто. Насколько создатель, то есть человек-создатель, скажем, художник, насколько художник искренен сам собой. То есть, когда я, например, создаю произведение искусства, насколько искренне я вкладываюсь в это произведение искусства. Ну, а если это на заказ, сделанное произведение искусства? Оно может быть на заказ, но оно может быть искренним. Рембрандт. Ну, Реквием Моцарта тоже был записан, написан на заказ. Да, да. Так в чем интерес вот этой аутентичности? Я утверждаю, что креативный процесс, он нацелен не на создание конечного продукта, а на самопознание. То есть, основная нагрузка на этот процесс, основная нагрузка на креативность именно в процессе креативности, когда мы через этот процесс познаем сами себя. А познавая сами себя, мы познаем, в принципе, вот наши глубины, это трансцендентное начало. То есть, мы выходим за пределы нашего сознания в процессе креативной деятельности. И если это происходит, вот это и определяет аутентичность нашего процесса креативного. И поэтому это очень важный компонент. А вообще, почему вас заинтересовала эта тема? А вы знаете, где-то лет 18 я начал писать стихи. В 18 лет многие пишут стихи, да. Но меня заинтересовал именно вопрос, а почему человек пишет стихи? Откуда они берутся? Почему один человек пишет стихи, а другой человек не пишет стихи? Более того, я за собой наблюдал в процессе написания стихов и понял, что стихи у меня рождаются с такого гула. Где-то внизу живота начинается такой вот прям как гул. И вот он постепенно поднимался, поднимался, поднимался и превращался в слова. И вот, чтобы понять вообще, как оно так работает, я занялся психолингвистикой. Психолингвистика — это наука о психологических процессах, лежащих в основе языка. Я подумал, что поскольку поэзия — это все-таки язык, но перед языком что-то же... Вот этот гул же происходит как-то. И поэтому мне показалось интересно изучать вот эти вопросы психолингвистики. И через психолингвистику, опять же, в силу своего опыта, потому что психолингвистику я уже начал изучать, будучи в Голландии. Я жил в Голландии, я выучил голландский язык, я на нем изучал психолингвистику. Потом поехал в Нью-Йорк. В Нью-Йорке я изучал уже психологию. И, соответственно, в Голландии мне нужно было говорить по-голландски. В Нью-Йорке мне пришлось учить английский. А там еще Ближний Восток, который вы упоминали. Ближний Восток меня миловал, там мне нужно было учить арабский. Но между делом я пожил какое-то время в Германии, и немецкий мне тоже пришлось как-то осваивать. И вот этот опыт психолингвистики и личный опыт, в смысле образование психолингвистики, личный опыт изучения языков привел меня к мультилингвизму, к изучению мультилингвизма. И потом я решил уже соединить все, вот все, что я накопил. То есть меня интересовала креативность, меня интересует мультилингвизм, и я решил их соединить. В принципе, это была тема моей диссертации. Действительно, две несоединимые темы. Прошу прощения, что я вас перебиваю. Вы заведующий лабораторией многоязычия и творческих способностей. Одна лаборатория на два направления. Да, да. То есть я именно занимаюсь вопросами, которые находятся на пересечении этих двух дисциплин. Потому что это, в принципе, две разные дисциплины. Люди, которые занимаются креативностью, и люди, которые занимаются мультилингвизмом, они друг с другом вообще не пересекаются. Первый раз они пересеклись, это было, наверное, лет пять или шесть назад, была большая конференция в Радгарс, и я там вел секцию на эту тему. Я первый раз соединил людей, которые занимаются этими и другими вопросами. Скажите, коротко, если ты хорошо говоришь на двух языках, у тебя потенциал креативный выше, чем у тех, кто говорит только на одном? Коротко? Да, однозначно. Всем всегда говорю, учите языки, потому что мало того, что вы просто языки учите, что у вас есть возможность говорить по-английски, допустим, с кем-то. Но еще это развивает разные когнитивные механизмы, то есть механизмы вашего сознания, которые влияют на творческие способности. То есть как бонус у вас просто развиваются творческие способности. Это не значит, что человек, владеющий несколькими языками, супер креативный, иначе бы у нас все жители Канады, Бельгии, Швейцарии, они бы зашкаливали в креативности, что, кстати, не происходит. С другой стороны, в России в 19 веке был суперпопулярен французский язык. Это же было, в принципе, наше высшее общество дворянства. Оно же было билингвальным. Пушкин с родителями говорил по-французски, с Ариной Родионовной по-русски. О-моему, корреляция прямо напрашивается, да, связь? Мой любимый Набоков, первый его язык был английский. Английский, конечно. Отец же был... Англоман страшный, да. Люди, говорящие на нескольких языках, имеют этот бонус. То есть тут даже... Я могу об этом рассказывать в деталях, но это уже такие будут научные какие-то выкладки. Но в принципе, да, да, да. С детства человек, изучающий два языка, родившийся, например, в билингвальной семье, и человек, который начал изучать язык в более зрелом возрасте, в 30, а может быть, там, и в 50-60. Большая разница между ними? Принципиальная разница, но тут опять важно определить в чем. Существует теория, которую в 60-е годы развил Ленберг. Она называется Critical Period of Language Acquisition. То есть до какого возраста мы можем изучить язык. он не говорил про второй язык, он говорил просто про язык. И он определил это возраста где-то 12 лет. То есть до 12 лет ребенок, если он имеет доступ к языку, то есть если с ним кто-то говорит на языке, он развивает этот язык в совершенстве. Если же он по каким-то причинам до 12 лет вообще у него не было языка, а были такие примеры. Дети Маугли, да? Да, вот Виктор, 1800 год, такой известный случай, был, который Трюфо в своем фильме описал. У него есть фильм, по-моему, так и называется, что-то «Дикий ребенок». Вот. Ребенка нашли, да, вот этого ребенка Маугли нашли в лесу, и потом его доктор, который его нашел, он его взял в свою семью, он его воспитывал. У ребенка развелись все качества, все характеристики, кроме языка. То есть ни с кем он так и не смог заговорить адекватно. Ну вот, в соответствии с этой теорией у нас есть вот такой вот критический возраст – 12 лет. Некоторые ученые не соглашаются. Например, Стивен Пинкер, такой известный психолингвист, он утверждал, что это все происходит, например, лет в 16. То есть до 16 лет мы можем смело изучать языки. Другие ученые говорят, что нет, только до 5 лет, пока наш мозг, он еще такой подвижный, гибкий. Потом он костенеет, потом он приобретает необходимые функции, и потом уже тяжелее учить языки. Но в любом случае, чем раньше, тем лучше. То есть человек, который выучил язык в детстве, и человек, который выучил язык в 30 лет, естественно, они выучили два разных языка. Акцент, грамматика страдает. Но, насколько это важно? Раньше считалось, что мы должны освоить языки в совершенстве. Вот современные тенденции говорят о том, что нам не нужно освоить язык в совершенстве, нам нужно его освоить настолько, насколько он нам нужен. Если я преподаю на английском языке, то мне он нужен на уровне преподавания. Если же, например, на каком-то немецком языке я не преподаю. Но я там часто бываю. И мне он нужен, чтобы объясниться в супермаркете. Я его развиваю до той степени, до которой он мне нужен. Если я переезжаю в Германию и начинаю преподавать, то в течение года я поднимаю уровень своего языка до необходимого уровня. Важно ли, насколько хорошо ты знаешь язык для креативности? Идеальное знание грамматики и потраченное на это время, они развивают креативность? Или наоборот достаточно, ну не то чтобы по верхам, но на бытовом уровне освоить, лучше освоить на бытовом уровне два-три языка, чем один выучить в совершенстве для креативности? Вы знаете, вот тут мы можем погрузиться в нюансы. То есть вот на ваш вопрос, билингвиз хорошо для креативности? Сказал да, да, да. А теперь что хорошо? И вот это как раз то, чем я занимаюсь в своей лаборатории. Исследования показали, что знание языка, то есть именно уровень знания языка, влияет на определенные креативные способности, а именно на дивергентное мышление. Дивергентное мышление – это одна из основных характеристик креативности. Гилфорд в 60-е годы развил эту теорию. Он определил творческое мышление как состоящее из двух компонентов. Дивергентное мышление и конвергентное мышление. Дивергентное мышление – это способность создавать много разных идей. От английского слова diverge, то есть мы как бы распыляемся, и мы создаем целый такой массив кластер идей. Не обязательно креативных, не обязательно творческих, просто любых идей. Потом мы применяем конвергентное мышление. То есть мы отделяем зерна от плеви. Совершенно верно. И в результате мы приходим к одному оригинальному решению. Мои исследования и исследования моих коллег показали, что действительно знание языка, уровень знания языка влияет на дивергентное мышление. Теперь, возраст, в котором изучается язык, тоже влияет. Если ты изучаешь язык в раннем возрасте, в детстве, то у тебя креативные способности выше. Если ты изучаешь в более позднем возрасте – ниже. То есть с возрастом уменьшается, во-первых, способность к изучению языков, и также уменьшается влияние языков на креативность. Но имеет ли смысл во взрослом возрасте? Абсолютно. Все равно имеет. Ну, просто эффект будет не такой сильный, как у детей, но он же все равно будет. Вы понимаете, мы не становимся креативными, вот как Big, да, Big C. Мы развиваем какие-то функции, наши когнитивные функции, которые нам способствуют, которые способствуют нашей повседневной жизни, и в том числе в нашей креативной деятельности. Чем больше мы развиваем эти функции, тем лучше для нашей творческой деятельности. Это как спорт, да? Ведь заниматься, понятно, что ты, я не знаю, марафон, если ты займешься бегом в 60 лет, не пробежишь, но для здоровья все равно будет полезно. Самая вообще идеальная метафора. Вот как мы развиваем наши мышцы, так мы должны развивать наш мозг. И языки как раз один из вот таких вот факторов, которые очень хорошо развивает наш мозг. И именно вот как раз мои исследования направлены на то, чтобы четко определить, что в изучении языков и как развивает наш мозг. Потому что мой вот нынешний шаг или следующий шаг в моей научной деятельности это создание программы, обучающей программы. Сейчас мы работаем со школьниками, которые объединяют в себе как мультилингвальные техники, так и методики, так и креативные методики. Вот как раз у меня вопрос именно об этом и был, потому что я хотел спросить, просто ли нужно взять учебник по английскому, немецкому языку и сидеть зубрить? Или это должно быть как-то вот по-особенному? Какие-то упражнения нужны специальные для того, чтобы не только и не столько выучить язык, сколько поднять свой уровень креативности? Ну, смотрите, существует очень много программ где-то с 60-х годов. Ну, вообще, если уже начинать историю креативности как науки, понятное дело, что она уходит, как и вся наука, уходит в Древнюю Грецию. Но мы это уже обсуждали, да, что древние греки считали, что креативность – это что-то свыше. Иудео-христианская традиция – то же самое. Все от Бога. С приходом Ренессанса фокус переключился с божественного на человеческое. И потом началось 18-й век, 19-й век, 20-й век. Вот с начала 20-го века начались уже более конкретные исследования креативности. Физиолог Херман фон Хельмхольц, он вместе с Хенри Пуанкаре, математиком, они очень любили устраивать всякие дискуссии уже на предмет именно креативных процессов. И вдохновленный этими дискуссиями Макс Вердхаймер, это Макс Вердхаймер, немецкий психолог, он является создателем теории гештальт. Макс Вердхаймер уже непосредственно с точки зрения психологии начал рассматривать креативность. И, конечно, Граем Уоллес. Это человек, который придумал первую модель креативности. Он там описал пять процессов. То есть что важно в этой модели, это именно что он рассматривал креативность как процесс. Это не просто что-то пришло с неба или просто вдохновение, а это процесс. Значит, пять уровней. Первый уровень. Подготовка. Когда мы обдумываем идею, которая нам приходит в голову. Второй уровень. Инкубация. Мы как бы сознание немножко отключаем, и это начинает вариться в нашем бессознательном. Третья фаза – это то, что сейчас называется модным словом «инсайт». Вот это то, что мы называем вдохновением. Когда на бессознательном уровне у нас уже что-то «оп», что-то там родилось. Четвертый, когда мы вот этот «оп» или «ага», это называется «ага-эффект», когда яблоко упало, мы это переводим на уровень сознания. То есть мы это формулируем уже. И пятый уровень – это проверить. В первую очередь проверить то, что мы уже создали, то, что мы уже осознанно создали. Нам это нужно проверить, действительно ли это что-то интересное или так себе. Это был 1926 год. В принципе, 100 лет назад. Первая модель. Но рождение науки креативности случилось. У него тоже есть год рождения. 1950 год. В этот год Джей Пол Гилфорд стал президентом Американской психологической ассоциации, APA. И в своем президентском обращении он призвал научный мир вплотную заняться вопросами креативности. И тут, конечно, пошел шквал работ. Огромное количество моделей было разработано. Очень много методик измерения креативности. Был такой ученый Пол Торренс. Он разработал тест в 60-е годы. И он до сих пор очень активно используется, модернизируется. Он так и назывался. Торренс Тест of Creative Thinking. То есть можно оценить уровень креативности? У кого-то он больше, у кого-то он меньше. Прямо по шкале? Это как опросник выглядит? Ответьте на 10 вопросов. Это не опросник, это тест. То есть я вам даю какие-то задания. Например, представьте себе, я сейчас беру конкретный пример из этого теста Торренса. Давайте попробуем одно задание сделать. Давайте, простенькое задание. Представьте себе, что вы можете передвигаться по воздуху без самолета и без какого-либо другого устройства. Отчего люди не летают как птицы? Да. Наташа Ростова. Какие проблемы у вас возникнут? Холодно будет. Первая проблема будет холодно, потому что если ты летаешь, соответственно, это достаточно высокая скорость. Это раз. Вторая проблема, скорее всего, со зрением, потому что если ты летишь, то у тебя голова вот так вот постоянно вперед, соответственно, тебе не очень видно, что у тебя внизу, можно неудачно куда-нибудь вписаться. Третья проблема, ну, наверное, я себя буду не очень уютно чувствовать, потому что я до этого никогда не летал, а первый раз, когда ты что бы то ни было, ты делаешь, это всегда не очень приятно. Вот. Ну и четвертое, я наверняка буду думать о тех людях, которые стоят внизу. Кто-то завидует мне, а кто-то наоборот, может быть. Ну вот так, наверное, как-то на скидку. Да, да, да. То есть этот тест дается на три минуты. И у вас есть три минуты, чтобы… Это нужно написать как эссе? Нет, просто вот как вы сейчас это сформулировали, так же вы просто записываете. И, значит, потом мы оцениваем этот тест по четырем шкалам. Беглость, насколько, какое количество ответов вы дали, гибкость, насколько эти ответы отличаются друг от друга, разработанность, как много деталей вы в свой ответ вложили, потому что можно же просто сказать холодно, а можно это описать, как-то эмоционально описать. Ну и, конечно, оригинальность. Насколько ваши ответы отличаются от стандартных ответов, которые были даны другими людьми. С оригинальностью и с этим именно тестом была смешная история. Я его первый раз использовал в Америке, в Броклине. Я там тестировал, соответственно, влияние билингвизма на творческие способности. И мои испытуемые были русские мигранты. И я им задаю этот вопрос, и они дают ответ. Причем не один человек, а целый ряд ответов был, можно пересекать границы без паспорта. И понимаете, в соответствии с этим тестом, то есть там есть, этот тест сопровождается таким, как буклетом, да, где есть инструкция, как его оценивать. В соответствии с этой инструкцией ответ оригинальный, потому что его никто не использует. Но это же не проблема. Ведь в задании было... Это не проблема, но... Это не проблема, может быть, для человека, это проблема для органических. Но меня в этом заинтересовало немножко другое, что ответ оригинальный в соответствии с инструкцией. Но для иммигранта, это абсолютно очевидный ответ, любой иммигрант, прошедший иммиграцию, знает, что такое паспорт, и знает, как с этим паспортом пересекать границы. Или другой пример, там было еще такое задание, там треугольнички такие, нужно было из них сделать картинку. И опять же, эти же студенты мои из Бруклина, они рисуют новогоднюю елку Деда Мороза, все нормально, неоригинально, и снегурочку. В соответствии с инструкцией, это оригинально, потому что снегурочка-то есть только у нас. Понимаете, то есть, и вот тогда я первый раз обратил внимание, что тесты креативности, это, кстати, очень важный момент, что у них есть такой, немножко такой предрассудок, они заточены под западного человека. Большинство этих тестов, они делались в Америке, и они заточены под человека из этой культуры. И они уже не сработают, если мы этим же тестом будем тестировать китайцев, или кого-то с ближними, а столько и даже русских. То есть, вот эти вот примеры, которые я привел, показывают, что мы не можем этот же тест использовать с русскими людьми. Что ж, получается, оценивать креативность русских должны только русские, а американцев только американцы? Нет, мы должны разработать тесты. Мы тебя обучаем креативности. Как понять, что ты обучился? Мы тебя тестируем в начале и тестируем в конце. А по жизни это как-то помогает? Вот вы его обучили, накачали знаниями. А толку-то создаст он что-нибудь после этого или нет? Да, но мы можем, понимаете, сложно так смотреть, потому что человек, вот он же один, он уникален. Мы его обучили, мы же не можем его сравнить с каким бы он был бы, если бы мы его не обучили. Но вот что мы делаем? Вот программа, которым я сейчас занимаюсь, мы ее запускаем в школе. У нас есть группа школьников, которые эту программу проходят. Есть группа школьников, которые эту программу не проходят. И мы сравниваем через год, будет ли отличие, точнее даже не отличие, а изменение у тех школьников, которые проходят программу, больше, чем изменение у тех школьников, которые не проходят эту программу. Таким образом мы говорим, ага, смотрите, вот они прошли эту программу, вот у них такое изменение, а эти прошли программу, у них такое изменение, значит программа работает. А дальше, ну, мы не можем же на индивидуальном уровне это проверить. То есть мы запускаем эту программу, ваши дети приходят к нам в школу, мы говорим, вот мы вас обучаем. Почему эта программа работает? Потому что вот мы ее проверили, мы провели там целый ряд лонгичудов, да, то есть таких длительных исследований. Она работает, значит она должна сработать и на вашего ребенка. А какой же выхлоп будет зависеть от ребенка? Мы же не можем... А есть ли кто-то из, может быть, ваших студентов или людей, которые проходили эти программы, которые добились каких-то успехов? Конечно, конечно. Но опять же, тот факт, что они добились, не говорит о том, что это эффективная программа. Они могли бы добиться и без этой программы. Может быть. Знаете, есть такая интересная дилемма. Вы, наверное, слышали Монтессори, да, образование. В принципе, Монтессори направлено на креативное образование. Есть такая же Вальдорф. Да, Вальдорфская система, да-да-да. Да, Вальдорфская система, Вальдорф Шули. Она была придумана в Германии, да, почему она называется Вальдорф. Она была придумана рядом с местечком Вальдорф. Придумал ее Штайнер, Рудольф Штайнер. Вот тот самый философ Рудольф Штайнер. И она достаточно популярна в Германии тоже. Ну вот в Вальдорфской системе точно. Они все сами землю копают. Вот там все познание через потрогать, пощупать, поучаствовать. Абсолютно верно. Но смысл именно в том, чтобы ребенок открыл свои таланты, а не чтобы они ему навязывались. Ну вот, теперь такой вопрос. Вот мой сын учится, он сейчас во втором классе. Куда его отдавать? Нормальную школу. Ну, в смысле, это немецкая система, он в Германии учится. Немецкая система, после третьего класса он переходит, то есть там есть грунт Шули, он переходит в следующую школу. Отдавать его в простую школу или в Вальдорф. Или в Вальдорф. Или в Вальдорф. Типа, отец занимается креативностью, как бы святое дело в Вальдорф. Но тут возникают всякие нюансы. Нюанс первый. После Вальдорф очень тяжело найти себе применение в нормальном мире. Ну, потому что у них система образования без оценок. То есть они не привыкли работать с тем, чтобы получать результат, который может быть оценен. Но он же все равно потом может поступить в университет и там уже наверстать все, что нужно. У него оценок нет. Как он поступит в университет? В Германии прием в университет происходит по суммарному баллу после школы или гимназии. После Вальдорфа нет вообще никакого аттестата? Не дают. То есть они все обречены на отсутствие высшего образования? Или они после Вальдорфа каким-то чудом поступают в гимназию и там уже учатся. Но меня заинтересовал даже другой вопрос. Я-то прошел нормальную школу? Московскую? Жесткую? Я же выжил. Может быть, ему тоже нужно пройти эту школу? Может быть, как раз ребенку и нужна достаточно жесткая система образования, которая делает все возможное, чтобы человек потерял последние остатки своей креативности. Я имею в виду школьное образование, которое совершенно направлено не на развитие креативных способностей. Нам важно иметь какие-то рамки, в которых мы формируемся, развиваемся. В принципе, как и ребенку. Насколько вы знаете, дети в маленьком, в юном возрасте, совсем в юном, в 3-4-5 лет, они любят правила. Знаете, когда ребенок начинает бросать вилку, просто так вот бросил вилку и смотрит на вас. Вы ее поднимаете, кладете назад, спокойно. Он ее опять бросает, потом опять бросает, потом опять бросает. Родители начинают беситься. Они-то считают, что ребенок такой вредный, он хочет их раздражать. Нет, ребенок хочет проверить, насколько далеко он может зайти. Ребенку очень важно определить рамки. И как только он понимает рамки, ему становится комфортно. Представьте себе, если ребенка бросить в океан. То есть огромное пространство, ребенок совершенно потеряется в этом океане. А если он в какой-то лодочке плывет, то он себя чувствует достаточно комфортно. И вот эти рамки, они важны не только для детей, но и для взрослых тоже. Поэтому я считаю, опять же, не на 100% я уверен в этом, но я не исключаю возможность, что вот эта школа, которая направлена на убийство креативности, она нам нужна, чтобы выкристаллизовать наши креативные способности. Ведь один из подходов креативности, он называется, по-английски называется persuasion. То есть способность донести свою идею и отстоять свою идею. А как мы отстоим свою идею, если мы воспитывались в Альдорф? Где все можно. Да-да-да-да. Вы понимаете? Слушайте, а креативность и лень? Вот вопрос, который тоже меня волнует. Они... Это абсолютно антонимы. Человек, который прокрастинирует дома или который отказывается от возможности поработать лишний раз, он априори не креативен? Он априори креативен. А сейчас проходит выставка в арт-плее, называется «О лени». По мотивам Олевича, благодаря пандемии, она до сих пор еще открыта, должна была закрыться в марте. Вот я участвую в этой выставке, в рамках этой выставки я делал такой artist talk. Как раз мы рассуждали о лени как методе творчества. Но я это не называю лени, я называю это прокрастинацией. Прокрастинация – это очень важный процесс. Более того, практически не утрирую, я могу утверждать, что без прокрастинации творчества не получится. Потому что что происходит во время прокрастинации? Это как раз вот та фаза инкубации, про которую говорил Уоллес. У нас появилась какая-то идея. И мы ее... Думаем. Думаем, но как-то вот она у нас не думается. И мы такие, ах, потом подумаю. И что же вы думаете, когда вы говорите потом подумаю, а не думаете? Естественно, вы о ней продолжаете думать. И вот этот бессознательный... То есть вы отвлекаетесь на все, что угодно, вы откладываете это на потом, на потом, на потом. Но вот это откладывание, оно и дает поле для бессознательной обработки этой идеи, пока она вас не выстреливает в форме инсайта. А еще она помогала мне почистить всю квартиру, потому что я был готов стать... Например, вместо того, чтобы сидеть, писать сценарий, я готов был помыть посуду, пол, я не знаю, вычесать кота, все что угодно. Да. И получается, что, в принципе, вот она способствует... Плюс к этому, когда мы прокрастинируем, мы еще и недовольны собой. Да, я себя ненавижу в эти моменты. А это, мы это называем креативная фрустрация. И это тоже очень важный процесс, потому что это как эмоциональный, очень сильный эмоциональный заряд, да, фрустрации, стресс. Это сильный эмоциональный заряд, который стрясает всю нашу систему нейронную. И в результате... Мы себя подгоняем, ты такой, давай, давай, давай. Да, 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 да. И там происходит потом, как бы, такой взрыв. Благодаря этому взрыву происходит какая-то переструктуризация каких-то устоявшихся уже идей, возникает что-то новое. То есть и прокрастинация, и фрустрация очень важны для творческого процесса. А прокрастинация, она, в принципе, ведет, ну, как мы все знаем на собственном опыте, прокрастинация, она так и ведет к фрустрации. То есть это как раз к определению Жака Фресков. Вся наша лень и прокрастинация, она как раз помогает объединить эти элементы, которые всем уже известны, и сделать из них что-то уникальное. Здорово. Но, слушайте, давайте поговорим вот еще о чем. Ну, например, Курт Кабейн, один из моих любимых музыкантов, сидел на героине. Луи Армстронг, великий джазмен, плотно сидел на марихуане. В Советском Союзе большинство деятелей искусства великих, ну, мягко скажем, закладывали за воротник. Есть ли связь между употреблением психотропных веществ и алкоголя и креативностью? Понятно, что все это вредно, но ведь, судя по этим людям, это работает. Ну, на ком-то работает, на ком-то нет. Мы-то как раз знаем о Курте Кабейне, потому что у него это сработало. Но сработал ли у него героин или сработала у него креативность? А героин был как побочным эффектом? Мы этого не знаем. Ну, теперь давайте перейдем к вопросу, который, мне кажется, наши зрители особенно ждут. Что нужно сделать, чтобы повысить свой уровень креативности? Ну, однозначно ответа, конечно, на этот вопрос не будет. Вот программа образовательная, про которую я говорил уже несколько раз в нашей с вами передаче сегодня, имеет много компонентов. То есть, в принципе, наша программа, она имеет пять компонентов, которые включают в себя как простые креативные техники, вот даже типа вот что-то такого, что мы с вами продемонстрировали. Или, например, вот у вас карандаш, у вас ручка в руках, да, используйте, найдите необычные применения этой ручки. То есть, такой простой очень тренинг. Также наша программа использует методики, которые мы с вами разработали, именно в результате исследований, которые были проведены о влиянии мультилингвизма на креативность. А именно, мы обнаружили очень интересную закономерность. Люди, которые переключаются с языка на язык, показывают более высокие творческие способности. В разговоре, то есть, вы беседуете с человеком? Да, мы с вами говорим на одном языке, and then we switch to another language. It's a little bit difficult for me to switch for another language, but I can do it. Да, и потом опять возвращаемся на русский язык, а потом хоп, и на немецкий перешли и так далее. Das klingt super. Good. И вот представьте себе, что, в принципе, достаточно простое такое занятие. Действительно, это сложно делать, вот как мы сейчас с бухты барахта начали это делать. А если это… вот мы это используем непосредственно в школьной программе. То есть, на уроке, на уроке английского языка, допустим, ученики активно используют вот это, называется, переключение кодов. Просто используя переключение кодов, мы уже развиваем механизмы дивергентного мышления. Это можно дома делать, да, со своим ребенком, на какой-нибудь триггер, слово какое-нибудь, да, раз и перешли на язык. Можно показать картинку, допустим, ребенок, взрослый, зачем ребенок, взрослый человек описывает эту картинку, какой-то триггер переходит на другой язык, на третий язык и так далее. А потом достаточно много исследований указывают на то, что языки как таковые не существуют в вакууме. Мы изучаем языки в каком-то культурном контексте. Изучая новый язык, мы приобретаем новые знания культурного контекста. И вот эта межкультурная компетенция, а именно способность коммуницировать с людьми разных культур, она очень и очень развивает творческие способности. Путешествуйте. Путешествуйте, общайтесь с людьми из разных культур. Даже вот в... По Zoom, онлайн. Zoom, да, я пытался вспомнить какую-то платформу, Facebook, да, Tinder. Tinder, общайтесь с людьми из других культур, и просто за счет того, что у человека совершенно другой взгляд на одни и те же вещи, вы будете расширять свою вот эту межкультурную компетенцию. И у нас есть техники, которые мы тоже разработали, которые позволяют человеку развить вот такую вот межкультурную компетентность. Например, одна из техник, мы ее назвали «Толерантность к меньшинствам». Так. Вот представьте себе, что вы женщина. Послушайте, вы заставляете людей, мозг людей, быть в неудобной для него ситуации. Да. И тем самым вообще любая стрессовая ситуация, любая встряска для мозга – это хорошо. И вот эти вот неудобные ситуации – это вот те самые границы, как в школе, да? Вот то, о чем мы говорили. Поставьте рамки вот эти мозгу не очень удобной, и он будет изворачиваться и работать в них. Да, а это как раз вот гибкость – одна из характеристик творческого процесса. Классно. Ну, теперь представьте, что такие вопросы, ну, не обязательно про… Да, да, да. Я вам все-таки как бы взрослую версию дал этого вопроса. А поскольку мы со школьниками работаем, то мы будем давать задание представить себя, или они сами даже могут выбрать какое-то меньшинство – сексуальное, социальное, экономическое. Например, представьте себе, что вы из бедной, допустим, если это частная школа, представьте себе, что вы из бедной семьи, да? И за счет того, что ребенок будет себя представлять, и оказывается, он себя поставит в ситуацию, которая ему не свойственна. Непривычная и неудобная. Да, и это позволит ему развить толерантность. А толерантность – это очень важный фактор. Более того, помните, мы, по-моему, с вами даже уже говорили об этом, есть ли страны с высоким уровнем креатива? Да, мы еще не коснулись этой темы, но я хотел спросить, мы говорили про Восток и Запад, есть ли действительно корреляция между, я не знаю, там, уровнем образования страны или богатством страны, да, и уровень креатива? То есть существует… А, мы это говорили в контексте того, что двуязычные страны, они не зашкаливают в плане креативности, да? Действительно, есть такой индекс, он так и называется, Creativity Index, Global Creativity Index он называется, в котором используются три шкалы, они называются 3T. Технологии, насколько в стране активно инвестируются во всякие инновационные технологии, насколько много в стране патентов. Вторая, вторая Т – это… Вторая Т – это… Толерантность? Талант, талант. Есть такое понятие креативный класс, то есть это люди, которые занимаются креативными профессиями. И вот этот второй критерий, талант, он измеряет, сколько человек пропорционально принадлежат вот этому креативному классу в стране. И третья – это толерантность, в принципе, достаточно удивительная, да? Но толерантность считается действительно очень важной характеристикой креативности. Потому что толерантность дарит тебе ту самую эмпатию, когда ты можешь почувствовать себя… Совершенно верно. …и список… И толерантность дает возможность рассматривать разные подходы к одной и той же проблеме, что абсолютно необходимо для творческого процесса. Потому что если у нас такого нету, мы первое решение, которое нам пришло в голову, мы его сразу выдаем на гора. А для того, чтобы действительно создать что-то новое, нам нужно рассматривать вот эту проблему с многих точек зрения. Более того, нам нужно одновременно рассматривать иногда противоположные точки зрения на одну и ту же проблему, чтобы как раз вот из этих элементов, фриско, да, чтобы создать что-то новое. Вот, да, так вот эта толерантность является одной из основных характеристик креативности. Так, возвращаясь к странам, на первом месте Австралия. Да. Самая креативная страна в мире – Австралия? На втором месте Америка, на третьем месте Новой Зеландия, а на четвертом, по-моему, Финляндия, и потом уже идут целый ряд европейских стран. То есть Европа у нас даже не в первой тройке. Что интересно, что в первой тройке все англоязычные страны. Правильно? Да, Австралия англоязычная, Америка и Новой Зеландия. Да. Интересно, да? Просто удивительно, что в Австралии, да, большой континент, где живет мало людей на одной узкой вот этой вот части, да, и Америка, где такое мультилингвистическое общество, и, казалось бы, очень разные страны, а уровень... С Америки и мультилингвизмом там еще такой интересный вопрос. Ну, они все говорят по-испански, нет? Нет, конечно. Никто, во-первых, не говорит по-испански, кроме испанцев. Ну, не испанцев. Они все в школе учат испански. Латиноамериканцев, нет. Есть такой анекдот. Как называется человек, который говорит на двух языках? Билингв. Как называется человек, который говорит на трех языках? Три лингв. Как называется человек, который говорит на одном языке? Американец. Да? Да, да, да. Вот. Действительно, это абсолютно удивительное явление, что страна с потенциалом мультилингвизма, потому что даже приезжали люди со всего мира, начиная с, ну, практически, там, конец 19, начало 20 века. Да сколько наши там? Страна стала монолингвальной. Ну, на это тоже есть свои причины, естественно, но, в принципе, Америка монолингвальная страна. Но, смотрите, при этом первый топ три страны, среди них нет Англии, родина английского языка. Да, но все три страны – это страны иммигрантов. То есть тут, может, не язык как таковой, а именно мультикультурность, которая повлияла. Кстати, да? Может быть. Такой интересный момент. Может быть, может быть. Ну что ж, резюмируя нашу беседу, что нужно делать, чтобы стать более креативным? Языки, первое. Изучать языки, развивать мультикультурные компетенции. Болтать со всеми, с кем можешь, по Zoom. По мере возможности, путешествовать еще лучше, когда откроются границы. В нашей программе мы еще используем такие элементы, как развитие мотивации. То есть, в принципе, я бы утверждал, что мотивация является одним, но не только я, целая плеяда ученых. Тереза Амабайл была такая женщина, которая именно занималась мотивацией в творческом процессе. Вот она утверждала, что один из самых важных критериев для творческой деятельности – это мотивация. Причем есть два типа мотивации. Есть внешняя мотивация, зарплата, наказание, оценки и так далее. И есть внутренняя мотивация. Так если внутренняя мотивация – это мое желание создавать что-то новое, создавать что-то интересное. Так если внешняя мотивация, она разрушает креативность, внутренняя мотивация ей способствует. Поэтому в нашей программе мы тоже разработали методики, которые позволяют найти ребенку или взрослому человеку какие-то факторы, которые будут его именно мотивировать изнутри к творческому процессу. И к изучению языков тоже, кстати. А закончить наше интервью я бы хотел фразой Стива Джобса, которая, на мой взгляд, буквально продолжает мысль, с которой мы начали, да, Жака Фреско. Креативность – это просто создание связи между вещами. Когда творческих людей спрашивают, как они что-то сделали, они чувствуют себя немного виноватыми, потому что они не сделали ничего на самом деле, а просто заметили. Это становится им понятно со временем. Они смогли связать разные кусочки своего опыта и синтезировать нечто новое. Это происходит потому, что они пережили и увидели больше, чем другие, или потому что они больше об этом размышляют. Почему они чувствуют вину? Ну, тут у меня есть своя теория по этому поводу. Я вообще считаю, что в первую очередь в искусстве искусство несет в себе ошибку. И может быть, как раз человек искусства, и вообще творческий человек, он чувствует свою вину из-за того, что он не может донести то, что он испытывает внутри себя. Вот этот инсайт, он не может вынести его во внешний мир. Ведь инсайт, он имеет природу в бессознательном. Это бессознательный процесс. А когда человек, например, художник, у него есть инсайт, и он теперь пытается этот инсайт донести до зрителя, вынести во внешний мир через картину, и у него никогда не получается. Потому что нарисовать свой внутренний мир невозможно? Средства, которые ему доступны во внешнем мире, они намного беднее, чем средства, которые ему доступны во внутреннем мире. И поэтому он постоянно чувствует свою вину, потому что я-то это чувствую, а донести до человека я это не могу. Понимаете? Здорово. Ну, я надеюсь, что это чувство вины тоже как прокрастинация, только к лучшему. Только влияет на то, чтобы сделать следующую работу совершенней, 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 совершенней. Спасибо вам большое, Анатолий Владимирович. Это была очень интересная беседа. Спасибо за приглашение. Сегодня в гостях у программы «Час спик» был доктор психологии, доцент высшей школы экономики, заведующий лабораторией многоязычия и творческих способностей, Анатолий Хархурин. Продолжение следует...